Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих, садоводов и огородников. Сегодня снова пришлось вернуться к теме вредителей, потому что я уже не знаю как объяснять, два раза снимала видео, сейчас сниму третий раз, надеюсь последний. Потому что каждый считает, что какие-то их вредители какие-то особенные, это такой особенный случай индивидуальный и нужно особого разъяснения. Пишут, сначала я про тли говорила, потом уже про белокрылки, теперь пишут, вот у меня кто-то ест рассаду, дырочка на рассадах, что делать? Начинаем все сначала. Если вы обнаружили, что у вас кто-то грызет рассаду, если есть дырка, вам не нужно искать никаких насекомых, не нужно выяснять, кто это делает. Если рассада погрызана, однозначно есть вредители. Вот, берете фитоверм и если я рассказывала, что он убивает три и там белокрылку, это не значит, что у вас какие-то особенные вредители и ваших вредителей он не убьет. Если вы обработаете свою рассаду, он убьет всех. Вот написано, колорадский жук, капустная белянка, репная белянка, капустная совка, клещ паутинный, листовертки, всякие там, яблоневая плодожорка, совка, клещ, тля, трипсы, зеленая розанная тля. Все насекомые, которые могут быть у нас на рассаде, все погибнут от обработки фитовермом. Прошу вас, не пишите про каждого, ну как рассказать, про каждого вредителя. Всех вредителей мы уничтожаем одинаково. Хоть у вас там погрызаны листочки, хоть у вас там какие-то мошки, бложки, тли, берете, делаете раствор и начинаете все обрабатывать. Если у вас дырки на рассаде, значит точно есть вредители. Значит все свои вот так вот посадки. Вот, я тоже нашла дырочку. Я не выясняю, кто там, я не ищу, не смотрю, какой вид. Все виды вредителей я убью сейчас сразу. У меня рассады много, у меня обязательно или один или другой вредитель появляется. Вот была трля, а теперь вот эта дырочка, может быть это двое хвостка съела, может быть еще там какой-то завелся жучок, клещик. Мне все равно. Нужно обрабатывать вот так, чтобы капельки оставались на листиках. Все, капельки вот эти останутся на листиках, листики впитаются, потом придет вот этот кушать еще раз. Он съест лист с этим препаратом и он умрет. Вот, все. Пожалуйста, вот тот, кто только начинает, имейте в виду, что они не различаются у нас почти, эти вредители. Их можно всех убить одним средством, все. И не надо, как сказать, разделять их, что вот мы тлю обработали, я сделала видео, а у вас какое-то другое насекомое. Оно все равно умрет. Вот, все. Запомните, один раз и навсегда, если вы делаете обработку, вы делаете обработку от всех вредителей. Хоть листики там сосущие, хоть грызущие, хоть там подземные, хоть воздушные, все они умрут. Все, надеюсь, это будет последнее видео про вредителей на рассаде. Все поняли, как их убивать. Если это видео найдете в интернете, почти по всем видео у меня есть пояснительные статьи на моей странице в Одноклассниках. Заходите, наберите в поисковике Чернова Ольга, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Потому что на видео время ролика ограничено, и так подробно все не расскажешь. А в статьях и заметках на странице я пишу все подробно для тех, кто, вот для новичков, для начинающих, все объясняю, все разжевываю, все понятно там. Там есть фото, в отделе фото, все фото с комментариями, с пояснениями, и про удобрения, и про все, и про вредители, и про посевы. Заходите, добавляйтесь в друзья, всем друзьям рассылаю видео и статьи в тот же день, когда они сняты и написаны. До свидания!